Благодаря компьютерным играм, рыцарем средневековье себя может почувствовать каждый. Достаточно выбрать персонаж и идти в бой. Но будут ли способствовать такие игры физическому и моральному развитию человека – большой вопрос. В Славянске стать рыцарем можно и в реальной жизни. Помочь в этом могут в клубе исторической реконструкции «Дружина», которая уже много лет действует в нашем районе. В один из тренировочных дней мы посетили ребят, чтобы узнать, насколько тяжела рыцарская участь. Зрители готовы? Оператор готов? Камера, мотор, поехали. Задний план входит в диссонанс с тем, что происходит на переднем. На фоне современного спортивного покрытия двое мужчин, облачённых в европейский костюм 15 века и амуницию воина раннего средневековья Руси, сошлись в смертельной схватке. Что это, спросит случайный посетитель Центра спортивной подготовки «Олимпийц». А это тренировка клуба исторической реконструкции «Дружина». То, что мы видим на сцене, это хорошо отрепетированные номера, которые хоть и не являются основным направлением деятельности клуба, но очень нравятся зрителям. Есть историческое фехтование, есть сценическое фехтование. Оно более зрелищное, оно более эффектное, но оно менее травмоопасное. И оно более направлено на красивый выпад или на красивое там па бойца. Ну, ни в коей мере, не то, чтобы его покалечить. А спортивное фехтование, оно направлено не на то, чтобы покалечить, а на результативность. То есть, как можно быстрее коснуться противника клинком. Ну, или там, топором или копьём. На сцене это не травмоопасно, просто зрелищно. Для того, чтобы провести для нас этот показательный бой, руководитель клуба Антон Борисов при помощи двух помощников облачался в доспехе около получаса. Полный доспех – вещь нелёгкая и далеко не дешёвая. Даже бывший в употреблении костюм стоит порядка 50 тысяч рублей. И хотя он максимально приближен к своему историческому прототипу, всё же является лишь стилизацией. Вот у меня стилизация, потому что машины шов, да, не везде ручной. Машинка где-то есть, да. Опять-таки, навес вот этот я уже сам делал, потому что дорого отдавать, переделывать, чтобы нормальный, короче, навесик сделать, какой он был, дорого. Ну вот, клёпки не самодельные, а станковые, то есть взятые. Некоторые моменты взяты за основу именно современной. То есть, есть реконструкция, есть вид спорта. Мы занимаемся как реконструкцией, так и видом спорта. Работа клуба строится по двум основным направлениям. Это физическая подготовка и изучение истории. В доспех мы собираемся сами абсолютно, да. Вот, приходится работать с источниками, вот, однозначно. То есть, здесь хочешь не хочешь, историю придется изучать, да. Вот, и параллельно, то есть, это своего рода тоже и спорт, вот. То есть, здесь нужна и физическая выноса, то есть, поэтому приходится еще и тренироваться. То есть, привлекает то, что здесь и спортивная составляющая, и историческая. То есть, развивает тебя и духовно, и физически. Регулярные легкоатлетические тренировки, специальные тренировки мягкими мячами и понимание темы позволяет нашим ребятам выезжать на краевые соревнования Федерации мячевого спорта и завоевывать победы. Только за последний год они привезли места и победы с чемпионатов Анапе и Темрюке. На наших победах, наверное, опираясь администрация города, района и Управление по делам молодежи, помогает нам закупить спортивный инвентарь для занятия спортмячом. То есть, спортивный мяч, мягкий, с мягкими щитами, экипировку всю шлема, защита корпуса, рук, плечей, ног, кистей. То есть, за что мы им очень-очень признательны. Приобретение этого инвентаря не просто приятная новость, а возможность выйти на новый уровень. Ведь, имея в достаточном количестве обмундирование, на базе клуба можно начать преподавать мячевой спорт широким массам людей. Абсолютная безопасность таких занятий позволяет встать в бой даже детям от 4 лет. На сегодняшний день в клубе исторической реконструкции состоит около 20 ребят, в основном старшие школьники. Но занятия эти не из легких, потому надолго в клубе задерживаются единицы. У нас была и есть большая текучка всегда кадров. То есть, из своей группы я один остался буквально за два месяца. Потом были следующие, следующие, следующие. И, допустим, чтобы мне стать более-менее адекватным нормальным бойцом, понадобилось где-то около года постоянных тренировок. То есть, три раза в неделю, по два часа. Вот так. Бросать заниматься, значит, не планирую. Не знаю даже, как объяснить. Это, возможно, уже своего рода зависимость появилась какая-то. То есть, если, допустим, неделю без тренировок существуешь, уже появляется какая-то апатия, ничего не хочется, настроения нет и так далее. Зато приходишь на тренировку, видишь знакомых людей, общаешься, тренируешься с ними, фехтуешь. И после этого настроение поднимается и прям хочется жить. Это очень интересно. Это история. Историю свою надо знать. И при этом это очень большая физическая подготовка. Это во всем в жизни может помочь. А родители как относятся к занятиям? Ну, сначала боялись то, что травмы, всё такое, но больше синяков не бывает. Брать в руки настоящий железный меч ребятам разрешено только с 18 лет. Такие серьёзные турниры Антон Борисов и Денис Денисов посещали уже неоднократно. Полное погружение в эпоху, глубокое понимание историй и прекрасная физическая форма. Вот что находят в реконструкции взрослые мужчины. А когда педагоги горят своим делом, это заражает и воспитанников. Тому пример Алексей Корпусенко, который после полугода тренировок хорошо зарекомендовал себя на турнирах. Я думаю о том, чтобы меня тренер похвалил. Потому что нападение есть не самая лучшая идея. Чаще всего во время нападения у меня получается получать в два раза больше. Поэтому всегда верю в контратаку. Уроки клуба – это своего рода прикладная история. Ведь одно дело прочитать в книге о ледовом побоище. И совсем другое – примерить доспехи, в подобии которых когда-то сражались воины. Попасть в эту машину времени несложно. Достаточно просто стать участником клуба. Сложнее найти в себе силу воли и остаться в нём надолго, взращивая в себе настоящего защитника Отечества.